КОФЕБРЕК Екатерининская, 77, в книгарне Кавьярне. И сегодня мы презентуем экспедицию, международную экспедицию ладьи Анны Ярославной во французский город Брест на фестиваль исторических парусных судов. Рядом со мной находится Игорь Ивченко, скульптор, очень известный в Одессе, автор Анны Ярославной, носовой фигуры нашей ладьи. А я в данной ситуации выступаю не только как журналист, но еще и как пресс-атташе этой экспедиции. Поэтому у нас сегодня, ребят, радостный день. Вот в момент записи программы, можно сказать, наша экспедиция перешла в активную фазу. У нас сейчас грузится наша ладья. На финальное начало. На финальное начало, да, можно сказать так. Мы действительно уже отправляемся в путь, несмотря на все препоны возможные. Ладья сегодня грузится и отправляется во Францию, где 13 июля откроется вот тот самый международный фестиваль исторических парусных судов. Но давайте, Игорь, вы присутствовали, или можно все-таки на ты. Давай на ты, мы с тобой уже. Давай на ты, значит. Ты был в 2012 году на фестивале, видел, как это происходит. Вот несколько слов о фестивале для телезрителей, которые еще не успели узнать о нем из интернета и из наших предыдущих программ. Да, ну, прежде всего, скажу, Лена сказала, что она пресс-атташе экспедиции. Ну, это, скажем так, третье дело. Смотрите, Лена, член экипажа. Да, это правда. Которая активнейшее участие принимает, и все наши люди-энтузиасты, на голом энтузиазме, несколько лет трудились, восстанавливали. Последние несколько месяцев мы просто не зря сказали, что финальная часть наступает. Что-то не успели, что-то хвосты не подмели, где-то будем еще заканчивать. Ну, вот она грузится, лодка, и немножко уже вот-вот-вот-вот-вот, может быть, завтра вдохнем. Что это за фестиваль? Давай про фестиваль. Вы знаете, вот есть Олимпиада, проходящая раз в четыре года, всемирная. Так вот, у моряков этот фестиваль, это та же Олимпиада, проходит раз в четыре года, более двух тысяч парусных судов, старинных. Не всех туда пускают. Только нужен проект, который бы нес историческую подоплеку, нес культурную подоплеку и представлял целый пласт. Исторический пласт. Исторический пласт той страны, которая туда входит. И сразу, извини, буду тебя дополнять по ходу. И Ладьяна Ярославна, построенная как раз группа энтузиастов, будет на этом фестивале единственным судном, который будет представлять нашу страну, Украина. Да, нас пригласили, проверили наш проект, просмотрели. У нас будет культурная программа, у нас будет и представление Одессы, и представление Украины в фотодокументах. У нас будет мастер-классы по исторической древнеславянской мотанке. Да, куклы мотанки будут наши девочки. У нас будет резьба по дереву, тоже связанная с морем, ложки моряки ладьи. Все это будет вживую, все это будет в живом общении. Вообще, фестиваль сам по себе, он потрясающий, даже в плане картинки. Корабли... Вот, смотри, на секунду опять тебя прерву. Давай для того, чтобы наши телезрители, ну, не только на словах поняли, что такое фестиваль в Бресте, мы им покажем небольшую презентацию, где в том числе вы увидите и нашу красавицу Ладьону Ярославну, и кадры с фестиваля 2012 года. Смотрим. Каждые четыре года город Брест в северной части Франции собирает более тысячи исторических парусных судов со всего мира. От легких финикийских филюк и норвежских кочей до испанских галеонов и учебных парусных судов. Вот уже больше 20 лет, начиная с 1992 года, фестиваль «Салюты Бреста» собирает тысячи любителей исторического мореплавания, и сотни тысяч туристов, а также европейских политиков, которым тоже не чуждо чувство прекрасного. В течение двух недель с утра и до поздней ночи реконструкторы-мореплаватели демонстрируют широкой публике свои суда, многие из которых уникальны и сделаны вручную, а также знакомят с обычаями и культурой своей страны. Весь фестиваль сопровождают различные музыкальные, танцевальные и кулинарные шоу. Завершает фестиваль в Бресте красочный салют. После недельного праздника в Бресте все участники по морю отправляются в соседний порт Дуарнене. Этот большой парад исторических судов становится самым красочным действом фестиваля. В порту Дуарнене фестиваль продлится еще неделю, после чего участники отправятся на родину, готовятся к новым походам. Украинские любители исторических парусников впервые приняли участие на фестивале в Бресте в 1998 году. В этот раз группа одесситов представила на суд широкой европейской публике точную копию греческой диеры 3-4 века до н.э. Судно прошло на веслах и под парусом из Одессы через Черное и Средиземное море в Атлантику, повторив пути древних аргонавтов и далее. Спустя несколько лет та же команда любителей реконструкторов собственными силами построила еще одно судно – финикийский корабль «Мелькарт». Его прообраз был изображен на стене гробницы ассирийского царя Саргона II. В 2000 году судно было представлено на фестивале в Бресте. Следующим объектом реконструкции стала древнеславянская ладья. На такой в XI веке путешествовали послы Киевской Руси в страны, еще не слишком просвещенной Европы. Она получила название Анна Ярославна в честь дочери князя киевского Ярослава Мудрого, ставшей королевой Франции. В 2012 году ладья впервые была презентована в Европе. В 2016 году команда реконструкторов ладьи Анна Ярославна снова приглашена представлять Украину на фестивале «Салюты Бреста». Он пройдет с 13 по 19 июля в Бресте и с 19 по 26 июля в Дуард-Нене. Команда состоит из 15 человек. Как и раньше, среди них нет профессиональных мореплавателей. Это инженеры, художники, историки, предприниматели. В их числе и те, что сидели на веслах греческой галеры Ивлия и их уже выросшие сыновья. После окончания праздника судно останется на зимовку в Европе, чтобы в следующем сезоне отправиться в путешествие по рекам Франции, Австрии, Германии и других стран. Спустя 9 веков Анна Ярославна вновь станет символом просвещенной Украины в Европе. Так, мы посмотрели нашу презентацию. Игорь, ну вот смотри, порядка 2000 исторических парусных судов. Каждая страна представляет свою историю, представляет свои суда того или иного исторического периода. Вот что тебя поразило на этом фестивале в большей степени в 2012 году? Вы знаете, вот совершенно искренняя атмосфера, совершенно не коммерческая. И вот глубина судна судном. На любое судно можно войти, можно пообщаться, можно обменяться сувенирчиками. Лизнь, у тебя нет, тебе дадут сувенирчик, кто-то из членов команды. Тут же, допустим, норвежцы какую-нибудь сушеную селедку выставят и начнут на куски рвать, просить попробовать. Или вот, например, шведы, в прошлый раз меня просто поразило. У них большой королевский брих стоял, потрясающе. У них была одна из лучших вообще, кстати. Тут кузнецы куют что-то там. А тут стоит, вот значит, лежит такая копна, типа сена. Конопля. Реально, через два шага, в два шага вступил, эту коноплю уже в рулончик ты можешь смотать, тебе человек показывает. И начинать чесать ее на расческе. На такой старинной деревянной расческе. Кудель делать. Потом следующий шаг, два шага в сторонку, вот так в линию, короче, производственная линия. То есть такая мировая этнография. Нет, я доскажу именно про вот это вот, просто как образец, как образец вот того, что там представляется. Потом эту кудельку, значит, тут же раз-раз-раз и в нитку можно сучить. Вот стоит станочек. Следующие стоят эти нитки, заряженные уже в примитивный этот стан. Вот. И уже можно пробросить веретено и уже часть полотна сотканного. Это просто потрясающе. И человек ходит в костюме, все это представляет вот такой элемент. Слушай, какая прелесть. Ну, это действительно погружение в историю по полной схеме. Тут же по воде плавают какие-то плотики южноамериканцев, бамбуковые или там из Бальсы. Вот они прямо сидят в этой ледяной воде полнополовину попой. И грибут весело. Тут же оркестры, тут же... В общем, это атмосфера передать нельзя. Я думаю, что это действительно потрясающий праздник. И я надеюсь, что, в общем, когда мы попадем на следующей неделе в Брест, мы обязательно покажем видео, которые потом смогут увидеть и одесситы, в том числе и гости сайта. Игорь, ну, давай, знаешь, о чем хотела бы поговорить немножко? Вот о подготовке. Вот, ну, ребят, скажу сразу, что подготовка экспедиции в этом году была очень сложной. Ну, собственно говоря, она все годы, судя по всему, сложная. Легких путей мы не ищем, это правда. Но мы в этом году презентовали сразу этот проект, проект народной дипломатии. Потому что государство Украина отказалось от финансирования подобных проектов. Наш не единственный. Они нас морально поддержали во всевозможных министерствах. Министерство культуры, Министерство иностранных дел. Поаплодировали, сказали, ребята, замечательно. Но денег, к сожалению, нет. Поэтому как раз весь проект был сделан руками энтузиастов. На деньги энтузиастов и так далее. Вот расскажи, пожалуйста, вот, может быть, немножко об этом. Как собиралась, как... Потому что я присоединюсь к этому. Вообще ничего удивительного нет. Все хорошие вещи в мире, они все-таки сделаны на энтузиазме и энтузиастами. Это потом подключается коммерция и так далее, и так далее. Кто-то попытается получить выгоду на ровном месте. Но это их проблемы. У нас, как мы немножко шутим, коллектив сборной самодостаточных людей, от профессора до сантехника. По сути, да. Да. И все сделано на свои деньги. Но хочу сказать, что находились и находятся люди, которые вот чисто от себя оказывают помощь. Вы знаете, помимо того, что некоторые там элементы бизнеса в Одессе, просто тоже на энтузиазме видят, что мы бьемся, аки рыбы об лед. Ну и даже в Фейсбуке некоторые из френдов, совершенно таких знакомых чисто по Фейсбуку, узнал об экспедиции, а чем мы можем помочь. Кто 200 гривен, кто 1000 гривен перевел. Кто, то есть, вот даже такие моменты. Вот в том-то и дело. Поэтому действительно искренний проект народной дипломатии. Даже, знаешь, вот ты еще об этом не знаешь, я ехала сюда навстречу, как раз у меня раздается звонок по телефону, и человек, представившийся Юрием Федоровичем, говорит, вот я узнал о вашей экспедиции, очень рад, что вы еще в Одессе, я ветеран Антарктики, то есть я ходил в море не раз и так далее. Я хочу презентовать экспедиции две фотографии. Фотографии судов, которых уже, к сожалению, нет в живых, но тем не менее хочу, чтобы вы их презентовали во Франции. Мы с ним договорились о встрече. Вот это показательно, потому что я думаю, что, наверное, морские традиции страны Украины, морские традиции в основном Одесса, они не безразличны огромному количеству людей, и поэтому очень много тех, кто нас поддержал. Есть и международные адвокатские конторы, акцию там, и та же мореходка наша, двое курсантов, которые отправляются с нами в экспедицию, лучших курсантов, был сделан специальный отбор, и они будут участвовать в этом фестивале. А также, в общем-то, и информационную поддержку нам будет оказывать целый ряд и одесских, и столичных СМИ. Но, знаете, вот Игорь говорил о том, что вот с миру по нитке собирали, наши деньги перечисляли даже из России. Буквально не там, пусть это несколько копеек, но это очень ценно. Это знак внимания и ценно, действительно, то, что это вот действительно поистине международный проект. А недавно, в общем-то, финансовую помощь нам оказал и такой армянский благотворительный фонд САОЦАН, который тоже немножко нас поддержал, вот выделил деньги. Ну, армяне, часть Одессы, как же мимо. Это именно многонациональность такая вот прекрасная. Игорь, ну, я думаю, что те одесситы, которые, в общем-то, следят за развитием нашей экспедиции, наверняка успели заметить, что мы презентовали и приглашали одесситов посмотреть на нашу лодку на фестивале «Хочу в Одессу», который буквально там неделю назад прошел на Приморском бульваре. Но, к сожалению, мы эту лодку, мы нашу лодку не смогли ладью презентовать, так как было задумано. Вот несколько слов расскажи в силу чего. Ну, куда ж, куда ж без проблем. Это везде, да. Мелкие мы преодолеваем сами, а тут случилась немножко посложнее проблема. В общем, тормознули лодку на той территории, где мы должны были работать, наши бывшие партнеры. Вот уж какими резонами они руководствовались, что они хотели с этого поиметь, непонятно. Ну, оставим это на их совесть. Единственное, что хочу сказать, эту проблему сейчас решили. Решили благодаря, как ни странно, хотя, с другой стороны, в Одессе это не странно, Марку Гордиенко и РБГ и нашей полиции. Общими усилиями. Общими усилиями. Просто, может быть, надо было это раньше сделать, тогда бы мы успели и на фестивале в Одессе поучаствовать с лодкой. Но мы что-то думали, что как-то договориться получится. Не получилось, но зато теперь все нормально. Все происходит так, как должно происходить, по сути дела. Ну, и теперь, собственно, экспедиция отправляется во Францию. И теперь я понимаю, что мы сможем познакомить французов с Украиной, с Одессой. И в том числе Департамент нашей культуры и туризма Одесской мэрии, который тоже поддерживает наш проект, активно участвует. И я думаю, что Одесса будет представлена на международном уровне. Нашими общими усилиями вполне достойно. Вот. Ну, может быть, несколько слов по поводу того, чего ты лично ждешь именно от этого фестиваля, как участник прошлых лет. Вы знаете, чтобы все получилось, плана у нас громадье. Естественно, что это громадье все не исполнится. Но если хотя бы половина из того, что мы наметили, получится, это будет классно. Ради этого мы работаем. Кроме того, это новое знакомство, это эмоции, это сам поход в палаточно-ковриковом стиле. Это такой, знаете, квест, как сейчас модно говорить. Вот. Я надеюсь, мы этот квест командой отработаем, чтобы потом целый год и больше вспоминать, и чтобы силы были на следующий проект. Нужно напомнить, что Анна Ярославовна, это уже седьмая или восьмая лодка, судно, корабль, из построенных энтузиастами за эти 25 лет в Одессе. Так что эти традиции живут, молодые подключаются, новые люди подключаются. И это самое потрясающее. Притом, все же знают, что денег нет, как говорят небезызвестный персонаж, но вы держитесь. А мы тоже здесь держимся. Естественно, мы будем там представлять Украину, представлять Одессу. Я уже говорил, у нас будет культурная программа. Везде, в принципе, нас там уже знают. У нас там уже, во-первых, съедется много наших людей из стран Европы, которые Россия сейчас там живут. Да, они уже очень ждут. Они на каждый фестиваль приезжают, помогают, участвуют. И поэтому Украина звучит очень мощно. Вот даже на прошлом фестивале из России там нагнали много кораблей. Да, и больших вот этих парусников. Ну, государство им тогда подкидывало. Вот в этом году, наверное, тоже наверняка они будут. А у нас была маленькая лодочка. Но ажиотаж, эмоции, люди, знакомства. И везде звучит Одесса, Украина, и везде интерес, везде идут пощупать, общаемся. Вот это главное. И в этот раз, я думаю, будет точно не хуже, но наверняка лучше. Ну, я думаю, что нашим телезрителям или просто зрителям мы наверняка привезем немало фотографий, впечатлений и сувениров. Так что до новых встреч. Ну, в частности, на Екатерининская, 77, в книгарне и кавьярне. Спасибо всем и удачи! Субтитры подогнал «Симон»